Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей главе. Главе Ваишлах и послал Яков, парламентёров, ангелов. Сами выбирайте, какой комментарий вы предпочитаете. Куда он послал? Послал он к своему брату Исаву, потому что он готовится к встрече со своим братом. 20 лет с копейками его не было, но перед тем, как мы перейдём обсуждение этого эпизода и что он нас учит, я хочу в очередной раз использовать этот момент и поделиться своей раввинской болью. Потому что есть некоторые вопросы, к которым мне обращаются просто постоянно, несколько раз в месяц, а то или несколько раз в неделю. И вот на прошлой неделе ко мне пришла женщина, женщина из моей общины, и говорит, Рэб, мне нужно с вами срочно поговорить. Я знал её проблемы, её дочка, молодая девушка, очень больна, редким случаем нехорошего заболевания. И никакие лечения, процедуры не помогают. И, в общем-то, врачи уже отчаиваются. Её мама плачет, сидит у меня в офисе и говорит, ну вот доктор подрекомендовал нам экспериментальное лекарство, которое сейчас только-только начинают пробовать на людях. И, может быть, моя дочка сможет в нём участвовать, но я не хочу, неизвестно, что будет и так далее, что мне делать. И она не обращалась ко мне с вопросом. Она ко мне обратилась, Рэб, знаете ли вы какого-то каббалиста, которого мне бы предсказал, что делать, что делать правильно. Вот раньше я обращалась к какому-то каббалисту, он мне всё рассказал. Я очень смутился. Почему? Потому что, надеюсь, на наших коротких встречах вы уже поняли моё отношение к подобным предсказателям и о том, как каббалистические корабли бороздят Большой театр. Но, действительно, женщине очень тяжело. Женщина хочет понять, что ей делать дальше, куда двигаться дальше. И, конечно, я ей сказал стандартный ответ, то, что говорил Любавичский Рэб, думай хорошо и будет хорошо. Но на сердце мне действительно беспокойно. Я действительно смутился и я не знаю, что сказать этой женщине. Потому что одно дело сказать, другое сделать. И не дай бог никому оказаться, никому не оказаться в этой ситуации. Зачем я привожу вам эту историю? Потому что, на самом деле, урок, как быть в этих ситуациях, и показывается в нашей недельной главе. Яков, когда готовится к встрече с Эйсовом, в Торе говорится, что он не просто боится, а он боится и трепещет, и там ходит, туда-сюда, разделяет свой лагерь, переживает. Вопрос, чего он боится? Ведь в прошлой главе мы читали, что он договорился со Всевышним. Я буду выполнять то, что ты мне указываешь, буду отделять тебе десятину, выполнять все заповеди. Ты со своей стороны, пожалуйста, позаботься обо мне. И вроде у Якова все было хорошо. Он за это время построил семью. Слава богу, все дети его при нем. Все остались, так сказать, в лоне семьи и иудаизма. Да и просто, когда он встречается дальше, точнее, передает свои слова Эйсову, он говорит, передайте ему, что я слованам гарти, что на иврите означает жить. Это и говорит основной комментатор Торы, что Раши подчеркивает, что я не просто там был чужаком, а именно слово гарти, это те же самые буквы, сочетание тарьяк, цифровое значение которого 613. Имеется в виду 613 заповедей, что Яков соблюдал эти заповеди, чему он, казалось бы, тогда бояться. Он выполняет все, что Всевышний от него хочет, доверяя Всевышнему. Но в этом и заключается именно то, чего боится Яков. Яков, как опять же объясняет Раши, он боится не просто, что кто там был, а он боится, что ему придется воевать, он боится, что он может согрешить, он боится, что против него могут согрешить, несмотря на то, что он величайший праведник, он переживает, что он может сделать что-то не то, что испортит его отношения со Всевышним. Об этом и говорится слова наших мудрецов, которые приводятся в начале книги Тания, что даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, в своих глазах будь как грешник, будь как Яков. Яков тем самым определяет наши с вами будущие отношения со Всевышним. Это взаимоотношения. Мы выполняем его желания, он выполняет наши желания. Но никогда нельзя быть уверенным в самом себе. Да, это звучит парадоксально, но именно в этом и заключается, если такое понятие есть, как вера или точнее доверие Богу, что ты в себе неумерен, что все может произойти. И да, мы боимся, как боится наш прорец Яков, мы боимся неизвестности. Мы боимся принять это решение, которое потом может быть для нас чреватым, но именно в этом эта неизвестность, которой мы должны бояться. И есть своего рода побочный эффект свободы выбора. Если не будет этой неизвестности, мы не сможем быть партнерами в мироздании со Всевышним. Что же делать нам в наших соотношениях с Богом? То же самое, что делает Яков. Он действует. Он не идет к предсказателям. Он не хочет, чтобы кто-то за него принял решение, что ему делать и что его ожидает. Нет. Как говорит Сефер Ахинух, после задействиями идут сердца, как и в отношениях со Всевышним, так и в отношениях друг с другом. Делай, принимай действия. Всевышний уже эти отношения наладит. Эти отношения будут работать. Сердца раскроются. Желание Всевышнего будет твоим желанием. Поэтому говорит нам Яков, сделайте так, что Всевышний захотел, чтобы было по-вашему. Того, что Всевышний может не захотеть, это неизвестности, все равно нужно бояться. Ну а главное, конечно же, действовать. Пусть все будут здоровы. Успехов. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин